Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Бесплатный концерт порадует жителей Владивостока в эту пятницу. В Дальневосточном Государственном Институте Искусств пройдет выступление, посвященное юбилею Михаила Булгакова и Аркадия Аверченко. На сцене выйдут молодые актеры, студенты 2-4 курсов. А в Приморском музее Арсеньева отмечают юбилей заповедной территории «Кедровая пать». В честь столетия заповедника музейщики устроили выставку в пространстве водного зала более 20 экспонатов. Экспозиция знакомит с работой государственных инспекторов по охране территорий заповедника и национального парка «Земля леопарда». Показывает экипировку и средства борьбы с лесными пожарами и браконьерами. В Приморской картиной галереи пройдет концерт. Артисты Краевой филармонии выступят с музыкальной программой XIX века. Они исполнят романсы, которые пелись во всех слоях петербургского и московского обществах несколько столетий назад. А на сцене в ФСК-холл 9 октября состоится одно из главных юмористических событий осени – полуфинал Приморской лиги КВН. За право выхода в финал сезона 2016 будут бороться лучшие команды Приморского края. В библиотеке номер 12 пройдет лекция о методологии литературного творчества. Вдумчивый теоретик и замороченный практик неизобразительных видов искусств Иван Ахмадиев расскажет о подходах к литературному ремеслу, о способах и методах выбора и обработки исходного материала, поэтапно раскроет процесс создания художественного произведения. Еще в эту субботу музей города приглашает на выставку и уникальные мастер-классы прикладного искусства Симоне. Вы сможете узнать про такие традиционные виды искусства, как кованые изделия Идзума, деревянные изделия Кумика, японская бумага Васи, черепичная керамика Секисю. Все они являются неотъемлемой частью быта японцев, для которых важна не только их функциональность, но и эстетичность. 9 октября во Владивостоке отметят Международный день воздушных змеев. Регистрация участников начнется уже в 10 утра. Место проведения фестиваля – стадион МГУ имени адмирала Невельского. А в Приморской краевой филармонии зазвучат мелодии осени. На сцене выступит трио русских народных инструментов «Садко». В составе заслужены артисты России и лауреаты международных конкурсов. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на восьмом.